Всем привет! Сегодня посмотрим ещё на такой интересный вид оптимизации, как подтипы и не подтипы. Что такое подтипы и не подтипы у меня где-то была лекция по языку C++. Небольшая-небольшая видос, что такое под и не подтипы. Ну, подтипы это те типы, которые как бы не имеют конструкторов, которые вот в памяти лежат как лежат, ввод, не имеет оператора присваивания, не имеет конструктора копирования, которые, грубо говоря, подтипы, самый простой тип. Структуры тоже могут быть простыми, если у них вот этого всего нет. То есть в этом случае не подтип, а в этом случае подтип. То есть конструктор равно дефолт, то есть по умолчанию. Вот, теперь смотрите, фишка в чем? Фишка в том, что можно оптимизировать вашу программу, если вы храните массивы с какими-то данными, то, возможно, стоит поубирать всякие конструкторы, копирование, оператор присваивания, всякую муть, если вы просто храните данные. То есть, возможно, выкиньте это все отдельно, если вам нужно постоянно копировать эти данные в другие массивы, искать какую-то информацию, что-то менять и т.д. и т.п. Потому что копирование подтипа можно сделать с помощью что такое? с помощью memcopy. И сравнение двух массивов можно сделать с помощью memcompare. Вот. А не подтипы. Копируется в циклах. Вот так вот, да. И сравнение этого всего добра производится hif и h3. Ну, член у меня есть. Вот. А если больше, то надо больше этих сравнений делать. И все такое. Вот. Надеюсь, вы идеи поняли. Да. То есть, возможно, когда у вас громадные объемы данных есть, возможно, просто выкиньте это все, упростите ваши типы до подтипа, и скорость копирования и сравнения будет гораздо выше. Потому что для этого можно использовать memcopy, memcompare. Ну, и понятное дело, подтипы не содержат никаких виртуальных функций и т.д. и т.п. Короче, короче, ближе к делу. Давайте посмотрим результаты. Сравним при флаге отключенном, при отключенной оптимизации для под и не подтипов. То есть, это копирование данных и сравнение массивов. Давайте для силенга запустим. Посмотрим. Копирование не подтипов. Сравнение не подтипов. Теперь копирование подтипов и сравнение. 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 Эй, эй, эй. Что такое? Ну, разница налицо. Давайте еще раз запустим. Эти скачки. Это, наверное, опять-таки кэш играет. Возможно, то, что 20 тысяч возможно, то, что мне видос пишется. Короче, смотрите. Копирование 87 тысяч. А копирование подтипов 6 тысяч. Сравнение вообще. Смотрите, какая здоровенная разница. Теперь давайте запустим для GCC посмотрим результат. то есть от оптимизации отключена. Но смотрите, C-Lang лучше справляется. В принципе, я вижу, что C-Lang лучше справляется, чем GCC в некоторых ситуациях. Вот в этой ситуации C-Lang тоже лучше. Давайте Intel посмотрим. То есть оптимизация отключена. Да, у C-Lang смотрите, даже не подтипов копирования и сравнения повыше немного, чем у GCC и у Intel. А у Intel и GCC в этом случае значения примерно равны. И давайте включим оптимизацию O2 и на этом все, чтобы не затягивать. Вот, то есть, надеюсь, идею вы поняли. если такое у вас есть, куча данных надо копировать, то вынесите их в подтипы, упростите их, выкиньте все функции нафиг, а добавьте какие-то отдельные функции по обработке данных. То есть, вот, сделайте вот эти объекты простыми. Так, C-Lang уровень оптимизации O2. Да, копирование, сравнение, да? Ух, пачки, копирование, смотрите, что происходит. По ходу копирования даже не произошло. Вот сравнение произошло, ну, то ли код не используется, то ли еще что-то. Ладно, GCC. Ну, здесь, короче, даже говорить не о чем. То есть, разницу вы видите налицо, и разница большая, просто в разы, а то и в десятки раз скорость увеличивается. А вот у нас, ну, тут опять выигрывает C-Lang. У C-Lang скорость повыше. Смотрите-ка, у Intel сравним с C-Lang при уровне оптимизации O2. Но, вот здесь копирования нет, а вот здесь, вот здесь сравним с GCC. В принципе, в этом случае Intel, в принципе, неплох. Я бы сказал, что лучше. В целом, он работает лучше, чем GCC, потому что не под типы копирует быстро, быстрее, чем GCC, при уровне оптимизации O2. Ну, в принципе, на сегодня все. Надеюсь, идею вы поняли. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok